Петербургские школьники слетали в страну толерантности и узнали народы мира. В 509-й школе прошел единый информационный день регионального российского движения школьников. 509-я школа превратилась в международный аэропорт, откуда юные пассажиры отправились сразу в три путешествия. Первое – по музыке и танцам народов мира. Это и американский джаз, русская полька и казачья пляска. Я по национальности являюсь армянкой. И когда я пришла в этот коллектив, мне было очень интересно, что выставили казачий танец. Было очень интересно познакомиться с культурой этого народа. Участники российского движения школьников познакомились и с прикладным творчеством разных стран. Мы сейчас делаем лилию, техника оригами. Но самым популярным тур направлением по народам мира стали игры. Подростки поиграли в марийскую виляшу, татарскую тимирбай, белорусскую мельницу, освоили и кавказскую гусеницу. Я, если честно, даже не знала, что есть такая игра. Здесь нужно собрать команду и между собой положить шарики и, напевая песню, проходить маршрут. Российское движение школьников в Петербурге действует три месяца. Напомним, новое сообщество учащихся в стране было создано по указу Владимира Путина год назад. Движение объединяет детей, которые хотят заниматься социальной работой. Эти дети в Санкт-Петербурге объединены в детские общественные объединения. Но они были разрозненные. Теперь наши ребята все объединены. И знаете, за три месяца, которые мы работаем, есть уже свои результаты. Самый главный результат, что ребята уже работают не только в своей школе, не только в своем районе, а во всем городе. Из 680 школ к движению уже присоединились 110. Еще 50 учреждений присматриваются, но уже начинают принимать участие в работе движения. Следующий праздник школьники устроят для людей с ограниченными возможностями. Концерт намечен на 1 декабря.